Всем привет! Как я и сообщала в своей группе ВКонтакте, сегодня мы приступаем к изготовлению новогоднего костюма пират. Для этого нам потребуется 2 метра черного креп-сатина и 1 метр золотой парче, выжигатель по дереву, ножницы, клей и маркер. Подбираем в интернете картинки для отделки костюма. Эти картинки вы можете скачать в моей группе ВКонтакте, также там много полезных ссылок. Для тех, кто не умеет кроить, в интернете я нашла сайт, где сняв свои мерки, можно онлайн построить выкройки. Компьютер сам строит эту выкройку. ВКонтакте есть ссылка, кликните по ссылке и попадете на сайт. Выбирайте то, что нужно построить. Вносите свои измерения. Нажимайте кнопку построить выкройку и распечатать. Можете распечатать сразу, если есть принтер, можете сохранить в формате PDF и потом распечатать. Вся выкройка, которую построит компьютер, распечатывается на листах А4, после чего склеивается любым клеем. Только не клейте скотчем, потому что после кроя мы на них будем рисовать, делая шаблоны для выжигания. Распечатывать нужно в двух экземплярах. А теперь склеиваем, вырезаем и моделируем. Не забудьте, по каждому срезу на швы оставляйте по одному сантиметру минимум. Далевую нить в этом костюме можно не соблюдать. Во-первых, ткань без рисунков, во-вторых, сварные швы держат каркас и не дают вытягиваться ткани. В-третьих, это ткань сатинового переплетения, поэтому растяжимость минимальная. Музыка 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 Будем отделывать боковины полочек, центральную часть спинки, кокетку спинки, рукава, манжеты, воротник, левую переднюю половинку брюк. Распечатываем выбранные рисунки для выжигания. Эти рисунки есть также в моей группе ВКонтакте. На светоскоп кладем рисунок, затем парчу и начинаем вырезать из парчи отделочные элементы для полочки, спинки, кокетки, рукавов и половинки брюк. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отделяем отделочный элемент от бумаги. Субтитры сделал DimaTorzok Накладываем отделочный элемент на ткань, в данном случае на левую переднюю половинку брюк и начинаем закреплять по краю штриховочным швом. Накладываем отделочный элемент на ткань, в данном случае на рукав и начинаем закреплять по краю точечным швом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После того, как отделочный элемент закрепили, начинаем рисовать штрихами и точками, оформляя задуманный элемент. Если вы хорошо рисуете, можете просто срисовать с образца, как я. Ну а если вы не сильны в рисовании, под низ установите светоскоп и делайте по шаблону. Этот процесс отчасти напоминает выжигание по дереву. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не забывайте периодично выключать выжигатель и чистить иглу. Это очень влияет на качество вашей работы. Субтитры сделал DimaTorzok Отделка на рукавах аналогична отделке на брючине. Начинаем рисовать штрихами и точками, оформляя задуманный элемент. Если вы хорошо рисуете, делайте от руки. Если вы плохо рисуете, то делайте по шаблону. А вот отделка кокетки спинки несколько отличается от предыдущей отделки. Элемент отделки накладывается на кокетку спинки. Аналогично прикрепляется по контуру точками или штрихами. Внутри кокетки мы начинаем вырезать либо по шаблону, через светоскоп, либо как я сразу наглазка сквозные отверстия. Отделяем кокетку от стекла. Под резную кокетку подкладываем такую же кокетку, чтобы резная кокетка не колола спину ребёнку. По контуру обе кокетки соединяем. Вот что я думаю. Вот что у нас получилось. Под передние половинки брюк подкладываем такие же половинки брюк, чтобы рисунок не колол ногу ребенку. По контуру соединяем, как бы делая подклад из аналогичной ткани. Все швы данного костюма соединяются абсолютно одинаково. Единственное, все швы наружу. Складываются две детали изнаночными сторонами вовнутрь. На сантиметр от края ставятся сквозные точки, затем ближе к краю прорезают полукруги и край обрезается. Такая обработка срезов достаточно прочная. Можно для ровности воспользоваться линейкой. Низ брюк обрабатываем до середины шагового среза. Вырезаем полоску из парчи. Верхний край фигурно обрезается. Фигурный срез припаивается точками примерно на 2 см от нижнего среза. Внутри начинаем вырезать либо по шаблону через светоскоп, либо как я сразу могла сквозное отверстие и край обрезается. Выкройки полочки из середины спины обводятся на кальку. На кальке прорисовывается будущий рисунок для отделки. На этот рисунок накладывают парчу и вырезают по контуру выжигателем. Вырезанную отделку накладывают на полочку и припаивают точками к основной детали. Затем начинаем рисовать штрихами и точками, оформляя задуманный элемент. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Кортик и пряжка выполняются аналогично. Из картона вырезается кортик или пряжка, её помещают между слоями ткани и запаивают. Напоминаю, все швы данного костюма соединяются одинаково. Единственное, все швы наружу. Вкладываются две детали снарочными сторонами вон внутрь на сантиметр от края, ставятся сквозные точки, затем ближе к краю прорезают полукруги и край обрезается. Такая обработка срезов достаточно прочная. Субтитры создавал DimaTorzok Манжеты соединяют тремя слоями. Два слоя скрепсатина, один из парчи для плотности. Начинаем вырезать либо по шаблону через светоскоп, либо как я, сразу на глаз сквозные отверстия. Уголочки манжет отделываем черепами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Манжеты с рукавами соединяем по нижнему срезу. Воротник изготовляется аналогичным манжетам. На полочку напаиваются дополнительные элементы отделки вдоль свинка. Воротник соединяется с горловиной швом наружу. Рукава соединяются с проймой швом наружу. Затем пиджак соединяется по боковым срезам также швом наружу. Вырезаем полоску из парчи для обработки нижнего среза пиджака. Верхний край фигурно обрезается. Фигурный срез припаивается точками примерно на 2 см от нижнего среза. Внутри начинаем вырезать либо по шаблону через светоскоп, либо как я сразу на глаз сквозные отверстия и край обрезается. По выкройкам, которые также есть в моей группе ВКонтактах, изготовляем попугая. Набиваем его с антепоном и припаиваем к плечу. Костюм готов! Эксклюзивный костюм без швейной машины и ручных ниточных стежков за 2 вечера. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь в мою группу ВКонтакте, где я дублирую свой канал, все свои видео уроки. Там я опубликую схемы и рисунки. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, на которые с радостью отвечу. Это был урок номер 5. В шестом уроке я покажу, как изготовить книгу или открытку. До новых встреч! Пока!